Волонтерская группа, состоящая из спортсменов региона, составили график дежурств между собой для доставки кислородных баллонов. С 8 часов утра до 18.00 одна группа, после них заступает следующая, переносит 90-килограммовые баллоны. Таким образом им приходится оставаться ночевать в палатах. Тренеры по рукопашному бою говорят, что в день необходимо переносить 70-80 баллонов. Данное волонтерское движение побудил Аяна Баевич, это наш руководитель школы высшего спортивного мастерства. И смотря на него мы решили тоже поучаствовать в данном проекте и заступить на дежурство. Мы с тренерами приходим сюда и оказываем помощь в переноске кислородных баллонов. Также мы данную работу немного импровизировали, то есть мы стараемся качаться, заниматься данными баллонами. То есть получаем и полезное. Ранее группа, состоящая из спортсменов-тяжелоатлетов, переносили до 100 наполненных кислородом баллонов. Сегодня эта цифра достигает 50. Это говорит о том, что число выздоровевших увеличивается, говорят спортсмены. Мы, а это старший тренер Республики Казахстан по рукопашному бою, Мирики Жасупов, президент федерации Руслан Жантасов и Аяна Баевич. Все дежурили и помогали по возможности. Сегодня мы наблюдаем, что объем поставки кислородных баллонов стал уменьшаться. Это радует, но планируем и дальше помогать, сколько потребуется. В соответствии с графиком, спортсмены из каждого вида спорта готовы к дежурству. К примеру, тренеры по рукопашному бою готовы оказывать помощь 2-3 раза в неделю. Нуршултан Ибраев, Айгуль Морзакулов, Дархан Мужубаев, Жахан Гермукомбетов. Копщик. Пора.